Ненецкий округ переходит ко второму этапу ограничительных мер, введенных в связи с пандемией. Так, с 1 сентября в Наринмаре открывается бассейн. В микрорайоне авиаторов скоро появится современный торгово-досуговый центр. В здании разместятся продовольственные и промышленные залы, кафе на 50 мест и парикмахерская. 27 августа отмечается День российского кино. Это не только профессиональный праздник всех деятелей киноискусства, но и тех, кто его искренне любит. В нашем эфире расскажем о том, как развивалась история кинематографа в Ненецком округе. Ненецкий округ постепенно выходит из ограничительных мер, введенных в связи с пандемией. Так, с 1 сентября в Наринмаре открывается бассейн. Бассейн начнет работу с 1 сентября. При посещении будет действовать ряд ограничительных мер. Уважаемые коллеги, поскольку очень много обращений поступает личных мне, среди этих обращений отдельный блок связан с работой бассейна. Мы не первый раз подступаемся к этому вопросу, не в первый раз. Не в первый раз Игорь Николаевич Соколов обращается с просьбой открыть бассейн. По опыту других регионов, они открывают бассейны, но с соблюдением мер, которые отрабатывает Роспотребнадзор. В обычном режиме начнут работу школы, секции дополнительного образования и детские сады. Здесь также будут действовать правила Роспотребнадзора. Уроки должны длиться не более 30 минут. В школах предусмотрена кабинетная система и гибкое расписание для каждого класса. Кроме того, с 1 сентября перестанут действовать ограничения на посещение образовательных учреждений. Ребенок с отрицательным тестом на COVID-19 может посещать занятия. Раньше ребенка не брали в дежурную группу детского сада без обязательной двухнедельной самоизоляции. Также с 1 сентября возобновятся медицинские осмотры и плановая диспансеризация. Стоит отметить, что на сегодняшний день в стационаре Ненецкой окружной больницы нет пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Режим повышенной готовности в Ненецком округе продлен до конца сентября. Запрещены все массовые мероприятия, а по приезде вокруг необходимо сдать тест на COVID-19 или пройти двухнедельную самоизоляцию. В Нарьинмаре стартовала ежегодная августовская педагогическая конференция. В 2020 съезд проводится в несколько другом формате из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В мероприятии приняли участие глава региона Юрий Бездудный, представители профильного департамента, собрания депутатов и силовых ведомств. В ходе мероприятия участники обсудили ключевые вопросы подготовки к учебному году, кадровые политики, первые итоги реализации на территории округа национального проекта образования, а также требования законодательства к организации образовательного процесса. Я задаю себе вопрос, что бы я хотел, что бы я хотел как родители от школы. Это самый простой вопрос. Вы тоже родители, и вы тоже задаете себе такой вопрос и тоже на него отвечаете. Я бы хотел, чтобы мои дети, приходя в школу, были в безопасности. Чтобы мои дети нормально питались, если не маленькие, с первого по четвертый класс бесплатно горячее питание. Чтобы мои дети получали хорошее образование и после 11 класса издали хорошие игры и поступили в какие-то хорошие учебные заведения. На традиционной августовской конференции присутствовали только директора городских образовательных учреждений и поселка Искателей. Для руководителей и педагогов поселковых школ и детских садов конференция будет организована в сентябре. Гулять меньше, учиться больше. С началом нового года, 1 сентября, комендантский час для несовершеннолетних автоматически переведет стрелки часов на час раньше. С началом учебного года и окончанием летних каникул для детей устанавливается зимнее расписание комендантского часа. С 1 сентября несовершеннолетним запрещено появляться в общественных местах без сопровождения родителей и близких родственников с 10 часов вечера до 6 утра. Летом же, в период каникул, детям разрешено самостоятельно гулять до 23 часов. Соблюдение режима контролируется сотрудниками полиции и представителями общественности во время рейдов. Детей и подростков, которые гуляют в ночное время по городу, доставляют домой родителям, передают под расписку и проводят с ними профилактические беседы. Также напоминаем, 1 сентября в День знаний во всех магазинах и торговых точках региона они будут реализовывать алкогольную и спиртосодержащую продукцию. Строительство торгового центра по улице Авиаторов подходит к завершению. В здании будут располагаться современный торговый зал, кафе на 50 посадочных мест и парикмахерская, а также парковка для посетителей на 20 машин. Накануне ход строительства оценил глава региона Юрий Бездудный. Тему продолжит Александра Литкова. Общая площадь нового торгового центра – 1500 квадратных метров. Его строительство началось еще два года назад. Современное торговое оборудование, удачное расположение, он оказывается как раз в жилом районе, а жилой район очень уютный. Здесь мы открываем школу в ближайшее время, уже есть детский сад и вот этот торговый объект будет очень хорошим дополнением. Помимо того, что создаются новые рабочие места, 40 рабочих мест здесь создаются новых. Это становится центром притяжения для жителей соседних домов, потому что здесь помимо торговли будет и общий ПИД, и сфера услуг, парикмахерская. Новых сотрудников Наринмарское потребительское общество готово обучать на месте. Нам сейчас нужны будут продавцы, операторы, кладовщики, вот такие, да, нам нужен технолог, нам нужен, как сейчас называют, бариста, да, вот сюда, нам нужен хороший будет пекарь, который, потому что у нас те специалисты, они работают, они выполняют тот объем работы. Вот, чтобы их не отвлекать, то надо будет сюда, сейчас тоже будет эти самые, я говорю, одного-двух пекарь еще, специалиста по изготовлению пиццы. Это вот тонкая, которая идет на тон, не дрожжевая, то, что мы у себя печем, а вот именно это. Поэтому у нас море вакансий. Всего в городском потребительском обществе трудятся почти 200 человек на 15 торговых точках. Строительство нового торгового центра и приобретение оборудования обошлось Горпо в 80 миллионов рублей. Кроме того, из бюджета округа в прошлом году была выделена субсидия на возмещение затрат в размере 18 миллионов рублей. Все-таки у нас субъект Российской Федерации, столица Нениско-автономного округа, вот мы ее очень любим, поэтому очень хочется, чтобы вот именно на территории нашего округа был хоть один такой современный магазин. Я думаю, что наше потребительское общество с 90-летней историей, вот это будет хороший подарок нашим горожанам. Открытие торгового центра запланировано на конец сентября. Все необходимое оборудование уже завезено и установлено. Сейчас на объекте идут работы по благоустройству территории. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В Ненинском краеведческом музее прошла презентация книги памяти «В списках значится». Это уже третье издание, в котором представлены списки потерь Ненинского округа в годы Великой Отечественной войны. На сегодняшний день это 3372 имени. Слово Екатерине Дементьевой. Работа над обновлением данных книги памяти началась в 2015 году. Позади несколько лет сбора информации из всевозможных интернет-источников, архивов и устарожилов муниципальных образований округа. Такая масштабная работа позволила внести значимые изменения в списки погибших и без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны. Для удобства имена вбивались в таблицу Excel, а к данным о воинском пути солдата добавлялась информация о ближайших родственниках и месте работы призывника, чтобы было проще идентифицировать солдата. Это помогло убрать из книги дублирующиеся имена. Дубликатов мы убрали оттуда 77 персоналей дублирующих. То есть это вот, например, Дуркин и Буркин. То есть когда одна и та же информация в разных местах, используя Excel, мы можем это все объединять. То есть когда, например, мы вводим данные жены, и вдруг она автозаполнением заполняется ячейка. То есть эта женщина уже есть. То есть мы включаем сортировку по этому имени и фамилии, отчеству, и у нас встают две строчки рядышком. И мы видим, остается Дуркин и Буркин, сравниваем всю информацию. Информация одна и та же. В отдельный раздел книги внесены списки погибших во время расстрела немецкой подводной лодкой каравана судов острова Матвеев, в том числе экипажа буксира-комсомолец. Однако даже с учетом проделанной работы, 455 имен все еще значатся в так называемом проблемном списке. Это люди, чьи данные не подтверждены документами. Действительно, это труд многих и многих людей. Но вот говорят так, что история жива, пока жилы носители этой истории. Потом ее могут переписывать, она будет изменяться. Но пока жилы носители истории, они не дадут исказить ее. Почему так важно именно сейчас проводить эту работу? Почему так важно, как Андрей сказал, пока есть фотографии, пока есть живые воспоминания, нужно это все собрать, и чтобы это все нашло отражение в этой книге. На сегодняшний день в книге памяти чуть более 3000 имен. Но на этом работа не остановилась. Продолжается сбор информации о всех призванных из Ненецкого округа в ряды Красной Армии в годы Великой Отечественной войны, чтобы к следующему юбилею Победы жители округа смогли увидеть в очередном издании имена и данные всех – и вернувшихся, и не вернувшихся. А для Ненецкого округа это порядка 10 тысяч человек. Если по погибшим мы находим довольно-таки много документов по некоторым солдатам, то по вернувшимся у нас очень часто огромный большой знак вопроса. И человек пришел, у него семьи не было, он умер где-нибудь там в 46-47 году, и про него все забыли. То есть мы сейчас видим, что огромное количество могил заброшенных на воинских, ну воинских могил на наших кладбищах, на сельских, на городском кладбище. Данные обновляются ежедневно, а издавать даже раз в пять лет бумажную версию книги непросто. Поэтому Юрий Бездудный предложил установить в Ненецком краеведческом музее интерактивную мультимедийную книгу, в которой всегда будет актуальная цифровая информация. Екатерина Дементьева, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Сегодня отмечается День российского кино. Это не только профессиональный праздник всех деятелей киноискусства, но и тех, кто его искренне любит. 27 августа 1919 года Владимир Ленин подписал декрет о национализации кинематографа. С этого времени вся фото- и кинематографическая промышленность и торговля перешла в ведение Народного комиссариата просвещения. А дата стала официальным днем рождения отечественной киноиндустрии. Любовь Пермякова продолжит. Истории отечественного кино уже более ста лет. В России премьера первого фильма собственного производства состоялась 15 октября 1908 года. Это была семиминутная картина «Понизовая вольница» по мотивам народной песни о мятежном Степане Разине. Спустя 20 лет после первого в России кинопоказа увидеть большое кино смогли и жители Заполярье. Первая киноустановка на территории будущего города Наринмар появилась еще в 2016 году. Открылась эта киноустановка на лесопильном заводе «Стелла Повари». Примечательно, что руководство этого предприятия заботилось не только о прямом назначении сотовой завода, то есть переработке леса, но еще пыталось организовать культурный досуг своих рабочих. Позднее, с 1629 года, начинает работать первая кинопередвижка. Тогда она показывала жителям нашего региона, прежде всего Нижней Печори, только немое кино. Но 19 марта 1631 года была открыта окружная кинобаза. Первоначально сеть киноустановок в нашем регионе насчитывала всего лишь две киноустановки. Этого было мало, но уже в течение 30-х и начале 40-х годов сеть кинофикации в нашем регионе очень быстро растет. На Наринмаре появляется первый кинотеатр. Это кинотеатр «Актика». Свою трудовую деятельность в этом кинотеатре в должности киномеханика начала Анастасия Томилова. Через три года молодую энергичную девушку пригласили работать в неицкое отделение кинопроката. Там в должности директора Анастасия Кондратьевна проработала с 68-го года по 75-й. Вот составляю план, ну верно, ага, или чего, не знаю, уж не помню, да, план, ага. Мы работали хорошо, выполняли планы, потому что телевидения не было тогда, и планы мы выполняли на 130, на 125, вот, в премиальное получали. Все было у нас отлично. Ну, когда заработало телевидение, тогда уже меньше. Но все равно шли люди в кинотеатры. Для тех, кто не мог посещать кинотеатры, например, кочующие оленеводы, были организованы кинопередвижки. По словам Сергея Никулина, который в 94-м году возглавил объединенную дирекцию кинотеатров и киноустановок, и в тундре, и в городе был полный аншлаг. Специфика нашего округа, что все-таки старались, чтобы в каждом населенном пункте была своя киноустановка. Ну, и я считаю, что огромным достижением, успехом было то, что в 1983 году по количеству киноустановок, и не только по количеству, а по просмотру, по посещаемости киносеанцев наш округ занял достойное место и получил награду, если я сейчас не ошибаюсь, серебряную медаль ВДНХ. Кстати, среди любимых фильмов, которые показывали наши и другие российские кинопрокатчики, был и советский фильм режиссера Аркадия Кардона «Великий самоед», снятый на киностудии Мосфильм в 81-м году. В основу фильма положена биография нашего ненецкого художника, сказителя и общественного деятеля Тыка Вылки. «Депутат – это хороший охотник. Водку пьет мало. Его все любят. Видал, как на курсах подковался? Мы будем жить по-новому. Великий самоед. И все». «Он, видите, пришел пароходить». Причем зрителю не просто показывали кино, но и активно общались перед показом или после. Например, 70-е и 80-е годы прошлого столетия стали высшим показателем такого взаимодействия. Повсеместно организовывались кинопанорамы новых фильмов, кинолектории и клубы любителей кино. В центральных кинотеатрах особой популярностью пользовались в дни школьных каникул кинофестивали «Сказка». Их, будучи школьником, посещал и наш талантливый земляк Олег Трофим, который в 2018 году снял художественный фильм «Лед». Картина стала четвертой в рейтинге самых кассовых дебютов в российском прокате. «Лед» растопил сердца миллионов зрителей. «Тем, как люди, просто люди приняли это кино, ну, насколько оно понравилось, насколько оно важным оказалось, сколько писем, я огромное количество писем получил и в Инстаграме, и в Фейсбуке, ну, не почтой. Но, тем не менее, и до сих пор мне постоянно пишут, говорят о том, насколько это кино оказалось там важным или просто приятным просмотру. Мне писали, мне писала однажды женщина, говорит о том, что у нее трое детей, у младшего, ну, какие-то очень серьезные проблемы со здоровьем. И вот посмотрела этот фильм и поняла, что ни ей нельзя сдаваться, ни ему нельзя сдаваться, и они снова поднимаются и идут заниматься какой-то реабилитацией, чем-то еще. И, ну, так много было таких вещей. И меня это, честно говоря, ну, это шокировало». Кстати, кто соскучился по большому экрану, радостная новость. Кинотеатр «Арктика» вновь распахнул свои двери для долгожданных зрителей. Киносеансы возобновились 14 августа. Здесь можно будет в ближайшее время посмотреть приключенческую фантастику, триллеры и мелодрамы. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Каникулы с пользой. Несмотря на введенные ограничительные меры, активисты микрорайона «Сахалин» вместе с сотрудниками этнокультурного центра организовали мастер-классы для детей. Все занятия проводились с соблюдением требований. Довольны остались и дети, и взрослые. «Надо быть, что у меня всегда все получится». Маленькие пальцы пока не уверенно справляются с яркими нитками. Но ведь главная задача именно научиться. Сегодня ребята, проживающие в микрорайоне «Сахалин», плетут брелки. Вроде и мелочь, а нужное в быту. «Чтобы научить их плести, это мы делаем с помощью каких-то брелочек. Сейчас вот этот брелочек для ключей. Они скоро все пойдут в школу, либо встанет, но всё равно у них должны быть ключей, или же как закладку». Развитие мелкой моторики и воображение, дисциплина, и, конечно, погружение в историю разных народов. Методисты этнокультурного центра стараются готовить мастер-классы таким образом, чтобы при обучении перекликались и традиции, и современная функциональность. «Мы сотрудничаем не только с ТОС «Сахалин», но и ТОС «Старый аэропорт». Мы тоже к ним ездили с мастер-классами и с играми традиционными, и мейницкой культуры, с комик-культурой, и славянской культурой, где они бегают. Но им-то ведь больше нравится, чтобы это было совместно, и чтобы были и мастер-классы, и игры». Малыши такому обучению только рады, ведь за лето они уже успели набегаться и наиграться. А тут такая возможность научиться чему-то новому. «Был мастер-класс, мы делали всякие фигурки. А оленей ты вырезал?» «Оленевые мы тоже делали. Их классили оленей». В 2020 году культурные каникулы проходят в особом режиме. Из-за пандемии пришлось скорректировать привычный режим работы. «Ну, в связи с тем, что коронавирус идет, поэтому мы много не собираем людей, от трех до пяти человек, когда три, когда четыре, когда пять у нас. И дети с удовольствием ждут, ждут, когда приедут методисты и этнокультурного центра проводить занятия. Даже спрашивают, когда вы к нам приедете снова». Алина Ваучейская, Владислав Ткачев, телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска прогноза погоды – городское кафе «Артишок». Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Берегите себя и своих близких. И будьте здоровы!